Продолжается эфир программы «Новое утро» и продолжается темой важной о здоровье. Прямо сейчас поговорим. У нас в студии уже появился гость, флеболог, врач, хирург, оперирующий, между прочим, Роман Бутков. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И говорить мы сегодня будем про варикоз. Может быть, мы его коротко, если это возможно, опишем. Что это такое, что это вообще за заболевание? Варикоз – это не только увеличенная вина на ногах, а на самом деле это грозное, хроническое, постоянно прогрессирующее заболевание, чреватое своими осложнениями. Если не лечить, то что? Болезнь будет брать свою, будет увеличиваться застой в ногах венозной крови, ноги будут становиться тяжелыми, появится симптоматика, судороги, тяжесть в ногах. И в итоге пациент все равно окажется у врача-флеболога. Можно ли говорить о том, что одна или две вены видимых могут превратиться в 5-10, например, потом? Или все-таки то, что мы увидели, так и останется? Две вены видимых могут и в 5, и в 10 превратиться. То есть болезнь будет прогрессировать. А если не болит? Ну вот не болит и все. А зачастую так и есть. То есть вина появляется, но симптомов никаких нету, потому что она еще маленькая, она только показала себя. Ну постепенно со временем, это 5-10 лет, может быть 15, это все будет увеличиваться и будет и болеть, и появится и судорога, и трофические изменения, то есть изменения цвета, структуры кожных покровов. Даже необратимые какие-то изменения? Это необратимое заболевание. Ого, немножко стало страшно. Какие способы лечения есть в этой болезни? Болезнь лечится только хирургическим путем. Только хирургическим? Только хирургическим. В настоящее время современная, самая прогрессивная методика считается и ВЛК, эндовенозная лазерная коагуляция, которая выполняется так, что за счет разогрева, за счет обработки вены лазером, вена изнутри, просветвенно закрывается. И впоследствии, в течение где-то полгода вена исчезает физически, ее не будет. А как человек без нее? Она ему не нужна? Это очень хороший вопрос, потому что очень часто меня именно об этом пациенты спрашивают. Вот в ней же кровь, да? А вы вену запаяли. Куда денется кровь? Нужно сказать о том, что вена, когда болеет варикозом, она уже не работает, кровь по ней не поднимается вверх, а остается в ноге. Поэтому, закрыв просвет этой вены, мы только пользу приносим, убрав венозный застой. Скажите, а можно ли убрать такое количество вен, что будет не очень хорошо? Есть вот такие моменты? В ноге вот по различным источникам от 150 до 200 вен, поэтому если даже одну-две венки уберем, это никак не скажется на здоровье. Тем более мы убираем болеющие вены. По принципу аппендицит болеет, его удаляют. Вена болеет, его тоже удаляют. После того же аппендицита требуется долгое время на восстановление. Как в этом плане с лечением варикоза? Нужно ли закладывать это время, планируя лечение? Ну, благодаря тому, что работа идет исключительно через иголочные проколы, реабилитация сведена к минимуму. То есть это примерно от 5 до 14 дней укладываемся в этот период, но она проходит довольно интересно. То есть 5 дней нужно, указанное время нужно носить компрессионный трикотаж, совершать пешие прогулки, поберечься, не поднимать ничего тяжелее 10 килограмм в течение трех дней, ну и избегать запредельных физических нагрузок на первое время. Ну вот это то самое белье, как вы сказали, это же могут быть и гольфы, и колготки, да? Ну то есть в том плане, что смотря на какой части ноги, да, мы удаляем. Ну мы используем чулочки, это до чулочки, до паха, второй класс компрессии. Проблема может вернуться, если человек обратился, пролечился? Бывает такое, что раз, через какое-то время снова нужно... Вернемся к началу нашего разговора, что варикозная болезнь – это хроническое заболевание. Оно сидит на генетическом уровне, оно передается от родителей, оно передается через поколение от бабушек. Поэтому для того, чтобы она не вернулась, существует такой метод наблюдения. То есть мы с пациентами встречаемся, делаем контроль УЗИ, выполняем для того, чтобы, если где-то она появилась, поймать ее на начальном этапе. Чем раньше поймать, тем быстрее. И эффективнее. И эффективнее, конечно. Но это тоже влияет. Да. Как часто нужно профилактически обследоваться, чтобы как раз поймать? Если есть наследственная предрасположенность, то раз в год УЗИ необходимо выполнять. Ну, а если уж видимое что-то вылезло, да, то... То добро пожаловать к врачу-флебологу, да, будем заниматься уже лечением. И как-то принято эту тему, эту болезнь ассоциировать исключительно с девушками и женщинами, но это ведь неправильно. Мужчины тоже страдают варикозом? Мужчины страдают, но они меньше обращают внимание на свое здоровье, вот если честно. То есть, ну, поболело-поболело, прошло, да. А женщины, они, конечно, за красотой своих ног следят. Ну, да, это же еще и эстетическая проблема. Да, да. Эта вена становится видимой, это же тоже может смущать. Да, поэтому вот всегда говорю пациентам, тоже рассказываю, раз я работаю через иголочные проколы, красота – это побочный эффект. Нет ничего сложного получить консультацию флеболога, если вы ни разу не были у доктора именно этой, значит, профессиональной направленности, то добро пожаловать в клинику экспертной медицины Медекса. Это крупный специализированный медицинский центр, который работает в Красноярске, где основная специализация – это как раз инновационное, современное лечение заболеваний по флебологии, проактологии, амбулаторной хирургии и терапии. Да, диагностику и лечение за один час, причем сейчас есть акция, прием врача-флеболога плюс УЗИ-ВЕН всего лишь 970 рублей, ну а прием врача-хирурга-проктолога – 1000 рублей, а также врача-терапевта – 1500. Акция продлится до конца ноября. Успевайте, мы благодарим Романа Будкова, флеболога, врача-хирурга клиники, эксперта медицины Медекса. Здоровье вам, нам и нашим зрителям. Спасибо.